Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Я сам ее не видел в тексте, но с ваших слов я с ней полностью согласен. Потому что по Конституции местное самоуправление не входит в систему госвласти. То есть по Конституции местное самоуправление не является частью вертикали. А у нас законами последних лет местное самоуправление встроено в вертикаль власти, что является прямым нарушением Конституции. Кстати говоря, ничего хорошего из отмены выборов мэра тоже не вышло. Я могу привести пример Барнаула, своего родного города, откуда только что вернулся. Но этот пример на самом деле тиражируется в десятках других регионов. Повсюду навязали системы так называемых сити-менеджеров. То есть когда реальный хозяин города, который подписывает документы финансовые и административные, он не избирается народом. К чему это привело? По всей стране десятки уголовных дел против сити-менеджеров. Вот у нас по Барнаулу за последние несколько лет второй сити-менеджер, Игорь Савинцев, ушел в отставку под давлением уголовного дела. А до него был Владимир Николаевич Колганов, который тоже ушел в отставку под давлением уголовного дела. А когда мэры выбирались у нас в Барнауле, такого случая не было ни одного. Поэтому все специалисты в один голос говорят, что выборные мэры эффективнее. Они более легитимны в глазах населения. Они более сильные, как управленцы. Они опираются на общественную поддержку. Они больше оглядываются на общественное мнение, меньше коррумпированы, чем сити-менеджеры. Тем не менее, Кремль оставляет систему сити-менеджеров, потому что они более управляемые. Этот надоел сменили на другого. Поэтому полностью поддерживаю запрос в Конституционный суд. Первое. Местное самоуправление в России разгромлено по многим направлениям. Об одном я уже сказал. Это отмена выборности. У нас сейчас подавляющее большинство мэров столиц регионов уже не выбираются народом. Подавляющее большинство. Остались единичные, по-моему, столицы, где еще их выбирают. Ничего, кроме ухудшения управляемости, это не привело. Это прямое нарушение Конституции. Во-вторых, у нас местное самоуправление ограблено еще и финансово. Грубо говоря, федеральный бюджет получает 16-18 триллионов. Все 85 региональных бюджетов в сумме получают 8, а все 25 тысяч муниципалитетов получают 4. То есть, у нас пирамида стоит на острие. То есть, две трети денег забирает себе Москва. Еще какую-то уже гораздо меньшую долю остается регионом. А уже совсем ничего не остается местному самоуправлению, на котором освещение, парки, дворы, скверы, масса других местных проблем, которые должны решаться местным самоуправлением, у них на это денег просто нет. Поэтому у нас местное самоуправление подгрызено и уничтожено с двух сторон. Со стороны организации власти и со стороны финансовой. И иск жалоба в Конституционный суд совершенно оправдан. Второй вопрос – встанет ли Конституционный суд на защиту Конституции? Ну, в свете того, что мы в последнее время наблюдаем в Конституционном суде… Не в свете последнего времени, Татьяна, я скажу совершенно определенно, что по вопросам политическим, по вопросам внутренней политики, по вопросам устройства власти, за 15 лет Конституционный суд ни разу не встал на сторону Конституции. То есть, Конституционный суд может защитить права граждан по пенсиям, по социальным выплатам, по каким-то компенсациям, по защите, не знаю, дачного участка. То есть, в вопросах социально-экономических Конституционный суд довольно часто встает на сторону Конституции и на сторону граждан. Но в вопросах внутренней политики нет ни одного примера, когда бы Конституционный суд пошел против Кремля и когда бы Конституционный суд встал на сторону Конституции. Поэтому здесь мой прогноз негативный. Мне кажется, Конституционный суд отклонит эту жалобу, если только не передумают в администрации президента и не придут к выводу, что выборные мэры все-таки лучше, исходя из тех обстоятельств, о которых я сказал. Но боюсь, что Кремль пока стоит на прежней своей позиции, и поэтому жалобы в этом случае, перспектив в Конституционном суде, боюсь, что нет. Ну, а с другой стороны, смотрите, выборы или не выборы, мэр избранный или сити-менеджер, у власти есть масса инструментов на этого человека влиять, давить и, если надо, убрать. И мы видим, например, Петрозаводска или Ярославля. Мы видим, разные есть варианты. Нет, безусловно, есть, безусловно, ну, Урлашов сидит до сих пор, в Петрозаводске мэра съели, а Ройзман, хоть и называется мэр, но на самом деле он с Питергородской думы, у него нет исполнительной власти, к сожалению. Вот, тем не менее, тем не менее, разница есть, она довольно существенная между сити-менеджером и избранным мэром. За сити-менеджером не стоит вообще ничего, кроме благоволения губернатора, который обычно их назначает, по факту назначает. Ну, там есть еще системы, когда депутаты городской думы... А избранный мэр, он все-таки прошел избирательную кампанию, избранный мэр заручился поддержкой большинства горожан. С ним связываются издержки для власти гораздо больше, потому что за ним есть общественное мнение. И еще раз, пример Ярославля и Петрозаводска показывают, что ничего не поможет. Пример Ярославля и Петрозаводска показывает только то, что в крайнем случае они могут пойти и на это. Но уверяю вас, Татьяна, что издержки для власти очень велики. И вы еще убедитесь в этом, помяните мое слово. На ближайших выборах и в Ярославле, и в Петрозаводске люди, недовольные тем, что избранных ими мэров съели, сожрали, посадили или отстранили, они отомстят путем голосования. Поэтому еще раз повторяю, и с точки зрения управления, и с точки зрения легитимности власти, и с точки зрения вообще пользы для городов, нет ничего лучше для России. Это доказано 20 годами, чем избранные мэры. Хорошо, предвосхитили вы тему грядущих региональных выборов, осталось совсем немного времени. Как вы считаете, активность граждан на этих выборах, она будет выше в связи со сложным экономическим, в первую очередь, положением? Или ничто не заставит людей пойти к избирательным участкам? Я думаю, что активность будет такой же или даже ниже, чем год назад и два года назад, по двум причинам. Первая причина, несмотря на уверение Кремля, администрации президента Володина о том, что нужны конкурентные выборы, на самом деле конкурентных выборов в этом году опять не вышло. Мы знаем, что Парнас сняли в Новосибирске, гражданскую инициативу не допустили ни в Калудии, ни в Магадане. Точно так же Парнас не допустили в Калуде. Единственное место, где Парнас идет, это Кострома. Во многих регионах не допустили Родину, кстати говоря, Рогозинскую до выборов. То есть, все равно Кремль опасается даже любой, даже слабой. Ну, Кремль и губернаторы где-то принимают решение администрация президента, где-то принимает решение конкретный губернатор. В любом случае, конкурентных выборов не получилось. А опыт показывает, что там, где нет реального выбора, там, где нет реальной конкуренции, люди не ходят на выборы. Потому что нет смысла. Ну, неинтересно. Ну, как, зачем идти на футбол, если играет одна команда? Что там смотреть? Как они друг другу по кругу, значит, стеночкой мяч перекатывают. Бессмысленно. А что касается, не подтолкнет ли кризис к участию в выборах, тоже пока не подтолкнет. Потому что, как показывает опрос общественного мнения, люди пока начальству в целом верят. И если начальство и лично Владимир Владимирович Путин пообещали, что потерпеть надо два годика, а потом будем жить как при бабушке, то есть будем жить как прежде, люди пока терпят. Поэтому вот по этим двум причинам, отсутствие конкуренции и вера начальству, я думаю, что явка будет очень низкая на всех практически региональных выборах. Сейчас делаем перерыв в три минуты, но тему выборов еще немного продолжим. Ну и, конечно, про экономику. Оставайтесь с нами. Это «Особое мнение» Владимира Рыжкова. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фивенгауэр. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня политик Владимир Рыжков. По поводу выборов. Активист Парнаса Леонид Волков сообщил, что он помещен под подписку о невыезде, Новосибирская область и Костромская область. Вот такой теперь у него ареал обитания. Понятно, что не допустить на выборы. Я прошу прощения, а как он будет между одной зоной невыезда и другой зоной невыезд перемещаться? Я не очень понимаю, но вот он так написал. Я понимаю, что Леонид интернет-человек, может быть, он по проводам может просачиваться, но я просто не понимаю. Пусть ему разъяснят правоохранительные органы. Тем не менее, значит, ну, понятно, выборы не допустить, не пущать, ладно. Но вот дела, которые там возбуждаются, следственные проверки и прочие-прочие, там не только Леонид Волков привлек внимание разных правоохранительных органов, но и другие активисты. О чем это говорит? Что все, ну, Парнас попытаются заблокировать уже целиком и полностью, всех посадить на какие-то уголовные дела, ну, вернее, подвесить на эти крючочки? Или как? Ну, я еще раз повторю, что речь идет шире, чем просто о Парнасе. Дело в том, что ровно то же самое произошло и с Андреем Нечаевым, с его партией «Гражданская инициатива». Я просто, что называется в теме, я знаю, что штаб и в Магадане, и в Костроме собрал совершенно реальные живые подписи, там нет ни одной несфальсифицированной подписи, и, как всегда, все натолкнулось на так называемые ошибки в оформлении. То есть, у нас в законе написано, что кандидат партии должны собрать подписи граждан в свою поддержку, а на самом деле выясняется, что кандидаты партии должны не собрать подписи граждан в свою поддержку, а представить документы, соответствующие засекреченной базе ФМС. Но так в законе так и надо писать, что кандидат в партии, которые хотят участвовать в выборах, должны предоставить подписи, соответствующие засекреченной базе ФМС. Тогда не будет противоречий между законом и жизнью. И, как я уже упоминал, Родина в ряде регионов снята, и еще ряд партий. То есть, речь идет шире, чем о Парнасе. Речь идет о том, что как федеральные власти, так и региональные власти исключают любую опасность и любую конкуренцию. И для этого существует огромный арсенал, один из которых, я только что описал, это несоответствие между сданными реальными живыми подписями и либо базами миграционной службы, которую никто в глаза увидеть не может. Если попытается, то его посадят, как пивоварова, якобы за попытку покупки персональных данных. Либо вторая отличная такая технология, когда какой-то дядя Ваня или тетя Маша, имеющая лицензию графологов, садятся в закрытой комнате и произвольно решают, что эта подпись подлинная, а эта фальшивая. Доказать в суде, как показы и практика, это невозможно. Поэтому, к сожалению, несмотря на всю риторику, повторюсь, о том, что выборы теперь будут честными, о том, что выборы будут легитимными и конкурентными, риторика сама по себе, а жизнь сама по себе, и в жизни ничего не меняется. Там, где оппозиция, как бы она ни называлась, подчеркну, представляет угрозу правящей группе или партии, ее не допускают до выборов повсеместно. Второе. Важный вопрос, Татьяна, который вы сформулировали, зачем заводят дела? Это очень важный вопрос, потому что очень важная тема. Дела заводят не просто так. Дела заводят с прицелом на будущее. В чем смысл этих дел? Надо отбить охоту у людей собирать подписи за оппозиционных кандидатов. Надо отбить охоту у людей идти в агитаторы. Надо отбить охоту у людей ввязываться в политику. Потому что сейчас уголовка за все. Ты собираешь подписи как сборщик, ты можешь попасть в тюрьму. Ты чего-то там неправильно оформил, ты можешь попасть в тюрьму. Ты чего-то там неправильно сагитировал, ты можешь, В лучшем случае получить штраф, а в худшем попасть в тюрьму. Поэтому эти дела заводятся профилактически на будущее. Потому что в будущем году выборы в Госдуму возвращены 225 одномандатных округов. Согласно закону о выборах, можно идти теперь не только от партии, но и самовыдвиженцам. То есть, собирать подписи. Так вот, для того, чтобы не допустить в будущую Государственную Думу лидеров оппозиции через подписи, через сбор подписи, заводятся вот эти самые уголовные дела. Чтобы не повадно было. Потому что Леонида Волкова вряд ли, видимо, испугаешь подпиской о невыезде в Костроме и в Новосибирске. А обычный рядовой гражданин, у которого семья дети, если его попросят, слушай, а не пособираешь ли ты нам подписи, он еще сто раз подумает. А стоит ли ему связываться с этим, если он уже знает, в газетах пишут, по радио говорят, по телевизору показывают, что просто даже за сам факт сбора подписей, если, не дай бог, ты где-то там сделаешь ошибку, тебя могут в кутузку потащить. Вот для чего это делается. Ну, и это, на самом деле, возвращает нас к разговору об экономике. Да, я поняла, что пока люди готовы еще потерпеть, потому что, ну, вот сказал, начальство верят, и вот Путин пообещал. Пообещал два года, что ли. Да, но ведь люди ходят, каждый день видят, как меняется курс. И вот то, что происходит последние несколько дней, да, последнюю неделю, ну, это же просто тут уж надо быть слепым, глухим, и я не знаю, совсем уж. Идет обвал рубля, соответственно, идет обвал экономики, соответственно, идет обвал бюджета, соответственно, мы уже сейчас можем твердо говорить. Ну, во-первых, я обращу внимание на то, что я просто, Татьяна, не успеваю сегодня следить в течение дня за этим крахом, но курса 70 не было с 98 года. То есть, мы рухнули в самые, что ни на есть, лихие 90-е, то есть, рубль так никогда еще не обесценивался. Во-вторых, я не поленился и посмотрел, Татьяна, две цифры. Прошу их просто сейчас внимательно всех воспринять и запомнить. Я посмотрел Госкомстат. Какая была средняя зарплата в Российской Федерации в пересчете на доллары до Крыма и до начала кризиса в декабре 2013 года. Знаете, какая? В декабре 2013 года, то есть, за три месяца до Крыма и до начала санкции кризиса, средняя заработная плата в Российской Федерации достигала рекордного уровня 1200 долларов США. Знаете, по состоянию на июль 2015 года, два года спустя, сколько составляет средняя заработная плата в Российской Федерации? 500 долларов. Да, я так и предполагала, два раза в два. То есть, когда люди, понятно, что люди покупают капусту в рублях, и люди платят ЖКХ в рублях, и люди в основном несут расходы в рублях. Понятно, что в рублях доходы упали не так катастрофически. За год, если считать июль к июлю, этот год к прошлому году, они упали от 7 до 9 процентов в реальном вычислении. Но все-таки согласитесь, что в глобальной экономике падение средней заработной платы с 1200 долларов до 500, это колоссальное падение. И вот тот обвал рубля, который сейчас идет, а сейчас идет просто вот, Татьяна, мы с вами сидим в студии в этот черный понедельник, валится все. Валится рубль, валится фондовая биржа, валится нефть и так далее. За нефтью повалится газ, за этим всем повалятся доходы бюджета, потому что у нас бюджет рассчитан, если я не ошибаюсь, на 56 или на 57 долларов в этом году. А она сейчас продается на фьючерсах, бренд в Лондоне продается уже за 43. Да, даже ниже, ниже 43, вот 16.37 сообщение от ДАС, бренд упал ниже 43 долларов. Нужно смотреть каждый час, потому что все это в динамике идет. Вот поэтому, что я могу сказать, какие последствия будут? Первое, население еще больше побежит в доллар, потому что ну как можно иначе сберечь свои деньги, если ты в рублях делаешь? Представляете, кто-то держал деньги в рублях, например, в декабре 2013 года, и тогда это было 1200, а сейчас та же самая сумма – это 500. Сколько люди потеряли? В два с лишним раза потеряли просто на курсе. Поэтому первое последствие – люди побегут сдавать рубли на доллары, это очевидно. А тем самым еще сильнее будут давить на рубль. Второе последствие – это то, что надо ждать нового скачка цен, потому что мы по-прежнему очень сильно зависим от импорта и по продовольствию, и по лекарствам, и по бытовой. И по бытовой технике, и по бытовой химии. Да проще сказать, почему мы не зависим. По картошке не зависим, а по всему остальному зависим. Поэтому надо ждать очередного скачка цен с лагом 2-3 месяца после сегодняшнего обвала. Дальнейшее падение доходов бюджета, дальнейшее падение доходов людей, потому что пересчитайте вашу зарплату, допустим, неделю назад, пересчитайте ее на сегодняшний курс, вы увидите, что ваша реальная зарплата еще уменьшилась на какое-то количество процентов. Поэтому это действительно крах, это обвал. И самое печальное в этом, что я боюсь, что это еще не последний обвал, потому что, я думаю, мы успеем поговорить после перерыва, но начну сейчас. Потому что никаких факторов остановки экономики нет. Если вы посмотрите, товарооборот сокращается, строительство сокращается, импорт сокращается, реальные доходы сокращаются. И самое главное, прямые инвестиции в экономику тоже стабильно сокращаются. То есть, ни одного фактора экономического роста на сегодня не существует. Делаем перерыв, несколько минут, и особое мнение Владимира Рыжкова продолжится. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгарова, в гостях у меня политик Владимир Рыжков. Нас тут уже Владимир Александрович начали обвинять в том, что мы сеем панику и ужас, и кошмар. Мы сеем панику. Да, что мы сеем панику, что все будет только хуже. А не те, кто довели экономику до краха. Я думаю, вот они сеют панику. А мы всего лишь как зеркало отражаем то, что они делают. Так они же нас постоянно убеждают, что все будет хорошо. Дело в том, что я могу сказать в этом эфире, например, самые добрые слова Владимира Милове. Вот, к примеру. Человек, который просто на моих глазах году в 2003-2004 на Алтайском экономическом форуме зимой в Белокурихе показывал графики добычи сланцевой нефти в США, которые напоминали траекторию взлета ракеты «Протон». И говорю, вот видите, что происходит. Мировая экономика кардинально меняется. Появляются новые огромные источники энергии, энергоносителей. Значит, сланцевый нефть, сланцевый газ. И это происходило ровно в то время, когда Миллер, глава «Газпрома», говорил, что нефть будет стоить 300, ну и, соответственно, газ будет стоить китайские деньги. И обещал, что капитализация «Газпрома» достигнет 300 миллиардов долларов. Сейчас она меньше 100 намного. Понимаете? То есть, надо было слушать, видимо, специалистов независимых, которые предупреждали. Или, например, в этом году Владимир Милов делал у нас тоже на Алтае доклад и говорил о том, что как меняется мировой энергетический рынок и как все большую долю занимают нетрадиционные источники энергии. Всякие там ветряки, солнце и так далее, и так далее, и так далее. Это все больше и больше. Плюс Иран сейчас выходит на рынок и так далее. То есть, было ясно. Плюс, смотрите, что происходит с китайской экономикой. Когда Китай начал олихорадить месяц-полтора назад, уже тогда все специалисты спокойно, без всякой паники сказали, что, скорее всего, Китай будет замедляться. Если Китай будет замедляться, меньше будет спрос на газ, на нефть. Если будет меньше спрос на газ, на нефть, и Европа замедляется. А в Америке идет энергетическая революция, то не будет нужно столько дорогой нефти и газа, которые привыкла продавать Россия. Причем тут мы? Причем тут я? Есть специалисты, которые лет 10-12 предупреждали, что мировой рынок энергетики меняется, и Россия должна к этому готовиться. Вместо этого что делала Россия? Кричала, что мы сверхдержава энергетическая, что нефть и газ будут только дорожать, что никуда эти гады от нас не денутся. В итоге Газпром уже треть рынка, по-моему, потерял за последние несколько лет в Европе, понимаете, и продолжает терять дальше. Поэтому дело не в тех людях, которые говорят правду, как мы в этом эфире сейчас, а дело в тех людях, которые не хотят эту правду слышать по каким-то причинам. Люди, которые прозевали, которые просто преступно прозевали изменения в мировой энергетике, изменения в мировой экономике. Люди, которые наращивали госсектор. У нас госсектор больше половины процентов, больше 50% ВВП в России. У нас доминируют гигантские монополии государственные. Госкорпорации совершенно неэффективны. Так у нас не защищена собственность. У нас десятки тысяч предпринимателей сидят по тюрьмам. У нас огромный отток капитала в силу этого. Так кто сеет панику? Те люди, которые создали неэффективную экономическую модель, или те люди, которые тыкают их, как собаку, нагадившую на коврике носом в это? Поэтому я отвергаю обвинение в том, что мы в этом эфире все им панику. И более того, я хочу предупредить всех, кто нас слышит, что, друзья, если все будет оставаться так, как есть, а именно такая монополизация экономики, такая неэффективность госкомпаний, госмонополий, такие постоянно растущие издержки, такой произвол правоорганительных органов, такое раздутое неэффективное государство, как у нас сейчас, такая конфронтация с тем же Западом, которая отрезала нас от финансов и от современных технологий. Если все будет продолжаться, то, опять-таки, я не нагнетаю панику, я предупреждаю, Татьяна, то мы увидим до конца года еще одно ослабление рубля, мы увидим до конца года ухудшение основных макроэкономических показателей, дальнейшее падение жизненного уровня наших людей. Я не нагнетаю панику, я просто показываю причины и следствия. Это возвращает опять и опять нас к вопросу, почему люди будут это терпеть? А кто сказал, что они будут терпеть? Ну, потому что вы сказали в начале эфира. Я сказал, что люди пока терпят, но то, что люди терпят на сегодня, какое у нас сегодня число, 24 августа, если они терпят на 24 августа 2015 года снижение своей средней зарплаты сравнительно с 2013 годом в два с лишним раза, если они терпят огромную инфляцию в магазинах на зубную пасту и на лекарства, это не означает, что они будут вечно это терпеть. Пока они терпят, потому что верят начальству. Начальство, люди как рассуждают. Вот пришел Путин 15 лет назад, жизнь стала резко улучшаться. Действительно. Рекорды достигли на декабре 2013 года. Действительно. Рекордные доходы. Никогда такого не было. Не только в советской и постсоветской истории. Вообще в российской истории так хорошо не жили никогда. Ну, по разным причинам. Люди верят. Ну, вот сделал же человек. Люди помнят кризис 2008-2009 года. Ведь справился же человек за полтора года. То есть, 2008-2009 года был все-таки не таким, как нынешний кризис. Давайте будем откровенны. Так еще и времени столько не прошло. Так еще и времени столько не прошло. Тогда тоже был спад экономики, я напомню, в 2009 году почти на 9%. Но тогда, кстати, доходы людей не упали, потому что тогда был маневр, и резервы очень сильно стали тратить на зарплаты, на пенсии. Пенсии тогда подняли кардинально на фоне кризиса. А сейчас немножко другое. Сейчас, во-первых, люди уже реально потеряли процентов 9, реально, в своих доходах. Более того, у нас впервые за много лет, вот у меня даже график есть, у нас номинальные доходы стали падать. То есть, то, что в ведомости вписано, даже это стало падать. И самое страшное в этом кризисе, Татьяна, то, что он, похоже, структурный по двум направлениям. Он структурный с точки зрения мировой экономики, которая замедляется, и где происходит энергетическая революция. И он структурный внутри страны, потому что та модель завышенных издержек и госкорпораций, и госмонополий, и раздутого государства, она перестала работать. То есть, у нас получается, что и в мире плохо, и у нас плохо. Поэтому очень большая вероятность, я сейчас ключевую вещь скажу, очень большая вероятность, что мы и наш президент Владимир Путин оказались вообще в ситуации, в которой ни мы, ни он никогда не были. Что я имею в виду? Все 15 лет, что он у власти, либо был рост, либо короткий кризис. И впервые может получиться так, что кризис длительный, и никакого роста нет, а наоборот, длительный спад. Вот в такой ситуации ни страна, ни он еще не жили. Ну и страна еще не жила с Крымом при нем. Да, а Крым – это дополнительная гиря, которая тащит вниз, потому что расходы плюс санкции. Там по-разному Сергей Алексашенко считает, что эта гиря не тяжелая, кто-то считает, что по совокупности довольно тяжелая такая гиря. Я не знаю, по-разному можно оценивать. Но факт тот, что впервые мы можем оказаться, когда кризис длительный, глубокий, а люди уже привыкли к тому, что жизнь постоянно улучшается. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, пока терпят, но когда боль от экономических, социальных утрат перейдет в боль политическую, в недовольство, я не знаю, я не Нострадамус. Тут Павла Глоба можете позвать, он скажет вам что-то. В октябре Венера встанет над Юпитером, между ними пролезет Луна, и рейтинг рухнет. Я не берусь прогнозировать, но я прогнозирую твердо только одно, что, скорее всего, похоже, кризис будет длительный, и, скорее всего, похоже, поддержка начнет падать, потому что не может быть так вечно, что люди живут все хуже, а власть любят все сильнее. Фактор Украины. Так не бывает. А фактор Украины? По-моему, он уже перестал работать, потому что перекормили уже Украиной. Уже полтора года страна жует украинскую тему. Ну, сколько можно? Одно и то же. Эти обстреляли, эти обстреляли, там отключили, здесь отключили. Сегодня это просто и для России, и для Украины это все-таки тема актуальная. Сегодня на Украине День независимости, и президент Украины Петр Порошенко очень жестко выступил сегодня. Да, для России это просто кошмар, потому что у нас и так все плохо. У нас доходы федерального бюджета на 55% зависят от экспорта нефти и газа. На 55%. Все плохо. То есть, «Газпром» теряет рынки, а нефть дешевеет. Значит, приток денег в страну сокращается. А и на этом фоне у нас еще конфронтация с Украиной, конфронтация с Западом и санкцией. Врагу не пожелаешь такого сочетания. Поэтому фактор Украины для общественного мнения, мне кажется, теряет свое значение. А вот для руководства страны, мне кажется, значение только растет. Потому что чем больше мы находимся в этом конфликте, чем больше мы теряем из-за этого реноме, деньги, репутацию, инвестиции, тем тяжелее становится положение дела в стране. Как выходить, никто не знает, потому что уже все авансы сказали. Мы никогда, мы ни за что, ни пяди и так далее. И в итоге такая ловушка получилась. То есть, мы не можем, ну, не мы, а наше руководство не может оттуда никак отступить. А издержки от этого растут с каждым днем. Про руководство и окружение Владимира Путина. Тут как-то неожиданно совершенно в РЖД сменилось руководство. Много говорили про Владимира Якунина, что ну вот да, там уйдет, не уйдет. Он там недоволен тем, недоволен этим. Сегодня вот ведомости пишут, что он там очередной раз что-то сказал про субсидии, и что они ему очень нужны. И президент ему ответил, ну и уходи. И он, собственно, ушел. Вот насколько это важная история? Видим ли мы Владимира Якунина, может быть, в политике? Я считаю, что это важная история, потому что она показывает то, о чем я уже успел сказать. Она показывает, что эта модель, когда есть огромные компании, которые проедают бюджет и приносят убытки, эта модель перестала работать. Но в конце концов они приходят к Владимиру Путину. Мы знаем, что помимо Владимира Якунина приходил Игорь Сечин. Приходили руководители ВТБ, других структур, просили денег. А у него в конце концов чего? Откуда деньги-то? У нас, я напомню, что на пике до кризиса 2008 года у нас резервы были, грубо, 600 миллиардов долларов. Грубо. Сейчас 360. И они продолжают таять. И если кризис будет затяжным, а я думаю, что он будет затяжным, потому что внутри же ничего не меняется, ни внутренняя политика, ни экономическая политика, никаких перемен, деньги будут проедаться. А эти люди приходят и говорят, дай денег, дай денег, дай денег. Ну, президент, видимо, спрашивает, слушай, а почему, когда ты стал президентом компании, она приносила прибыль? Ты 10 лет ей руководишь, она начала приносить огромные убытки. А ты не можешь как-то там у себя в хозяйстве так сделать, чтобы хотя бы, ну не то, что прибыль, бог с ней, хотя бы убытки, чтобы она не приносила? Видимо, уже не могут. Поэтому для меня вот эта история с Владимиром Якуниным – это тоже признак более широкой картины нарастающих экономических и финансовых трудностей. Более широкой картины того, что то, на что опиралось государство последние годы, перестает уже не только приносить прибыль, а создает все больше и больше проблем. И я думаю, что вот этот новый руководитель, который пришел сейчас на РЖД, я практически уверен, я там под столом не сидел, но я практически уверен, что ему поставлена задача, знаешь, как друг, давай-ка, оптимизируй, сокращай сдержки, наводи порядок, добейся того, чтобы РЖД хотя бы не приносило убытки и не стояло с протянутой рукой у Кремля и у Минфина и не просило денег на свою поддержку. Так что история с Якуниным – это отражение общего нарастающего кризиса во внутренней политике и в экономике. Спасибо большое. Это было особое мнение Владимира Рыжкова.